Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Катя Кауфман поехала домой повидать своих родных, но девушка уже скучает по Илье Ябарову. Вчера Илюша подарил мне вот такой шикарный букет. Если бы еще любимый был рядом, то все бы было совсем волшебно. Саша Гозиас после очередной ссоры с Костей Ивановым считает, что у них нет будущего. В жизни каждого есть такой человек, который не поддается логике. Ты отлично понимаешь, что с ним нет будущего, семьи и счастья. Все начиналось с ничего, ничем и закончилось. Глеб Жемчугов решил отдохнуть от жены. Он на два дня уехал с проекта. Глеб не отвечает на ее смс-ки. И Ольга тоже ему в отместку отправилась развлекаться одна. Оля Рапунцель подарила Диме Дмитренко куклу. Дима пишет. Она подарила мне куклу и говорит, Дима, эта кукла наша дочка, попробуй ей заплести косички. Я отказался, мы слегка повздорили. Некрасиво, когда взрослый мужик сидит куклам косички плетет. Решили куклу сохранить как талисман, положили на полку и как только у нас родится ребенок, подарим ему. Марина Африкантова приготовила сюрприз своим фанатам. Она приглашает всех, кто находится сейчас в Дубае, отметить вместе в ресторане день рождения. На последнем субботнем ток-шоу ведущие провели эксперимент над Валерой Блеменкранцем. К нему прикрепили датчик давления и стали измерять его реакцию на сексуальных девушек. А прошел ли Валера проверку, увидим в следующую субботу. На острове любви наступила последняя неделя шоу. В финал, как вы помните, вышли две пары Ваня Барзиков и Ира Пинчук, Марина Мексика и Саша Задойнов. Мексика нервничает, потому что ей сказали о том, что рокировка все равно еще возможна. На мое место могут поставить другую девушку. Это остров и здесь может все поменяться в последнюю секунду. Но, несмотря ни на что, я не отчаиваюсь, не вешаю нос и всегда верю только в лучшее. Я чиста перед собой и перед Сашей. Лиза Кордобовская высказала мнение, что женихи на острове ни тот, ни другой не достойны победы. Я считаю, наши мальчики не достойны таких денег. Приехали вроде любовь искать, а на деле у одного бизнес в голове, а у другого алименты. Как вы помните, недавно на проект пришла бывшая девушка Александра Вейса, с которой он якобы жил за периметром 4 года. Поклонники тут же заподозрили, что ребята просто договорились, чтобы таким образом попасть на Дом-2. Элен уже два года назад пыталась попасть на проект вместе с Владимиром Гуменниковым. И с Александром Вейсом она не жила. Бывшая участница Дома-2 Лена Босс разводится с мужем, ради которого она и покинула проект. Оказывается, муж уехал, не дождавшись ее возвращения. Он не помогает ей материально, не позволяет пользоваться машиной, которая была приобретена в браке. Элена была вынуждена подать на развод. Элина Камерен рассказала, что у нее готова книжка детских стихов, теперь она ищет иллюстратора. Она написала своим подписчикам одно из детских стихотворений. А на улице дождь, я сижу у окна, с привязанным горлом совершенно одна. Заболела ангина, и так бывает всегда, когда ходишь раздетой, а одетой должна. Постояла немножко в огромнейшие лужи, подскользнулась, упала, а могло быть и хуже. А теперь вот сижу совершенно одна, с перевязанным горлом у большого окна. Женя Кузин и Саша Артемова хотят жить в доме. Они хотят снять дом на длительный срок и ищут варианты. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.